Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о погоде. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 30-32 градусов тепла. Днем 30-15 метров в секунду. Днем 30-15 метров в секунду. Я его называю светило российской медицинской науки Бориса Даурова. Для меня это человек, который является собирательным образом. Большой гуманист, профессионал большой буквы, академик, профессор. Я думаю, что в этой сфере он до всех самых высоких, наивысших показателей. Борису хочу пожелать здоровья, потому что он сам дарит их всем. Благополучия, успеха во всех делах и начинаниях. Более 40 лет Борис Дауров прожил в Москве. В последние годы он вернулся на свою малую родину и по-прежнему все свои силы отдает медицине. А врачи с большой буквы материал Шерифат Лепшоковой. Имя Бориса Андрисовича Даурова в числе лучших врачей страны. Более полувека он отдал медицине. И сегодня, отметив 75-ю годовщину, профессор-пульмонолог по-прежнему на страже здоровья людей. Когда пандемия стала вызовом для медиков всего мира, Борис Андрисович ни одного дня не оставался в стороне. Он провел сотни дистанционных консультаций, встречался с пациентами и их близкими, спас множество жизней. Что же дает силы врачу? Секрет безграничной любви к своему делу и людям. Так воспитывал отец, говорит Борис Андрисович. Сын фронтовика родился будущий доктор в Хабесе сразу после войны, в 46-м году. Долгожданный мальчик после пяти сестер. Но семейное счастье было недолгим. По доносу отец был репрессирован. И только в хрущевскую оттепель семья воссоединилась. Мама всю жизнь работала в колхозе, выполняла тяжелую работу и почти 11 лет одна растила детей. Родители, пережившие много испытаний, никогда не теряли веру в людей. Это мучили и своих детей. Мне очень везло на хороших людей. И я думаю, по какой причине. Когда я уезжал в Ставрополь в мединститут, отец посадил меня и сказал, вот я прошел коллективизацию, войну, лагеря, и сделал такой вывод. Не дели людей по разрезу глаз, по цвету волос, по религии, по языку, он говорит на твоем языке или нет. Есть две национальности, хорошие и плохие. Первые наши учителя были русские, говорит Борис Андрисович. И сегодня он с благодарностью вспоминает свою учительницу, привившую любовь к книгам. Но мальчик и сам тянулся к знаниям. Закончил он школу с золотой медалью и победой на краевой олимпиаде по химии. С первого раза поступил в Ставропольский медицинский институт, хотя все льготы отличникам были отменены. После завершения учебы последовали полтора года работы в Тибердинском противотуберкулезном санатории. Затем он шесть лет будет возглавлять Хабесскую районную больницу. Но тяга к науке переселила, и Борис Андрисович поступает в московскую аспирантуру. В дальнейшем вся его жизнь будет связана со столицей. Работа в медицинском институте, институте усовершенствования врачей, в Центральной клинической больнице. Борис Дауров защитит докторскую диссертацию, станет профессором, напишет более 130 учебно-методических работ. Он также соавтор унифицированных программ по последдипломному образованию врачей-эфтезиатров и пульмонологов. Врачей мы готовили не хуже, если не лучше, на Западе. На Западе они в основном уделяли внимание техническим средствам. У нас еще в УЗИ не было, у них во всю, но мы и слушать могли, и перкутировать, и общение с больным. Это очень важно. Там очень мало общается с пациентом. Борис Андрисович участвовал в международных симпозиумах и конференциях, и сегодня он следит за всеми новшествами в медицине. Профессор признается, прожив десятилетия в Москве, его начало тянуть домой. Так Карачаева-Черкесия вновь обрела профессионала, мудрого человека с большим сердцем. Лечебную практику Борис Андрисович совмещает с общественной деятельностью. Много встречается с молодежью, представителями старшего поколения. Отец шестерых детей и множество внуков, он, как никто, радует за сохранение родного языка, кавказских традиций и культуры. Борису Даурову 75. Возраст, когда уже многое знаешь, можешь делиться опытом, но он щедр и на душевное тепло. Внимательно, с добрым сердцем доктор дарит веру в людей и надежду на исцеление. Шерифат Лепшокова, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия. Любители рыбалки отметили свой праздник. Многие любят посидеть с удочкой и наловить побольше рыбы. Наш эксперт по рыбной ловле Сергей Бугаев подробнее расскажет о водоемах и их обитателях. Ловля рыбы – одно из древнейших занятий человечества. В нашей стране, с ее разнообразием акватории и видов рыб, любительское рыболовство – самый популярный и массовый вид активного отдыха. Ежегодно рыболовы съезжаются в одно место, чтобы отметить День рыбака. А на рассвете, следующего дня, принять участие в турнире, определить сильнейших и отметить самых маленьких, обидеть их славой и наградить призами. В Карачаевой Черкесии в этом году Черкесское городское общество охотников и рыболов, возглавляемое Анатолием Медведевым, отмечает День рыбака на Кубанском водохранилище. И, как всегда, все начинается у костра. Над озером костер дымится, огонь, как гребень петуха, в большой посудине томится благословенная уха. Возле котла всегда оживлено. Здесь соединяются два самых любимых для рыбака запаха – ухи и костра. Мед на берегу лучшего места, где можно вспомнить о прошедших рыбалках, ближних и дальних, обсудить новые знакомства и планы на будущее. А главное – похвастаться уловами, которые особенно запомнились. В такие праздники всегда ушицы на всех хватает, потому что не дает остыть и отвечает за ее качество уже много лет один и тот же человек, самый опытный уховар, егерь Зурат. Дымок от костра лихо стелется, обволакивая все вокруг. И листва от ветра шевелится, тихонтанцы березок под рук. В котелке уха бурно пенится, запах просто сводит с ума. Ведь в лесу не зря очень ценится свежесваренная уха. А в конце добавлены пряности, перец, лук и лавровый лист. Сколько вкуса в ухе и радости. Съели все, котелок уже чист. Сытой к уме только песни на уме. Кому-то не втерпешь порезвиться. Некоторым важнее обсудить планы и тактику на утро. А других интересует, когда начнется музыкальная часть вечера. В честь нашего Дня Рыбака, когда мы всегда приезжаем сюда и встречаем его. Песня наша любимая Вилли Токарева. Я увлекаюсь спортивной рыбалкой. Прошу аплодисменты, аплодисменты. Эх! Их ревлобел саксофон. Для самых преданных любителей рыбалки, День Рыбака, как для остальных, празднование Нового Года. 23.59. С праздником! Ранним утром следующего дня солнце осветило окрестности. Ветер на Кубанском водохранилище немного стих, но все равно разгонял волны в сторону берега с кое-где заметными белыми гребешками. Это мало радовало всех, особенно организаторов соревнований, потому что могло перевести к срыву проведение турнира по плану. Волны сделали воду у берега еще более модной. Было принято решение за счет брать уловы самых смелых, не обращающих внимания на непогоду. Счет открыт. Глядя на везунчиков, и молодежь подтянулась. Не терпится узнать, с каким настроением – боевым или нет. Как зовут? Да. Менезет, если ты думал. Менезет, если ты думал. Да. Но я ведь буду дальше. Будешь? Заедешься, все равно поймёшь Не забывай Да, удача тебе Привет Как сегодня? Хорошая команда Не ловить Осталось только поймать Самый такой оптимистичный и всё Здесь все расстроились Разбежали Грязная вода, волна не устраивает Мы устраивались в прошлом году А, может быть, устраивались в прошлом году, да? Да, устраивались в прошлом году Ну пока удачи не было? Конечно Надо сказать, что я не боюсь Ха-ха-ха Но всё равно посидим, подождём Ну правильно, главное Правильно Настоящий эрбатский каран Ладно, удачи Ветер, а с ним и волны Понемногу успокаивались И рыбаков становилось всё больше и больше Музыка 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 Поцелуй на удачу Чуть-чуть еще надо сходить за приколом. Он же не хочет сразу, но один раз рыбы много поднял. Бомба! Что-то лица знакомые. Закинул гед небо в море. Папа заказала нам стиральную машину. Стиральную машину? Ха-ха-ха-ха! Измутилось тогда море? Да! Ну, рыбка сделала, е-мое, стиральную машину! Человечек прям красненький, да? Да. Видно тебе его? Видно, хорошенький, прям такой, алый, яркий. Аж с сердцом он копали, он, с капкасом. Сработать должен, правильно? Да. Ну, по идее, если плюнуть еще, значит, этим спиртовым запахом. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Хо! Я попрю! Ха-ха-ха-ха! Я думаю, должен. Не секрет, частым гостем в садках является карась. Интересно, что о нем думают рыбаки. Ловишь, я все поймал, поймал, захвал, да? Да. Это созана, можно так, сейчас так поймал и поцеловал. С праздником! Ура! Ура! Ха-ха-ха-ха! Ура! 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 Здравствуйте! 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 Как у вас сегодня рыбалка? Пока с утраник. Волна мешает? По честному говорению. И вода грязная, вообще грязная, да? Да. Грязная. Сегодня шпик 4,5 килограмм. Уже было? Один карась и три подрещек. Ура! 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 О, сейчас, сейчас. Во, сейчас, 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 есть цель. Ура! Ура! Неплохая рыба в каком плане? Ловить интересно. Сопротивляется она, когда ее вытаскиваешь, активно сопротивляется, особенно для крупной карашки. С гастрономической точки залили тоже неплохая рыба, довольно вкусная, если ее правильно приготовить. Существует способ избавиться от каких-то мелких костей, это посечь ее поперек, и в масле они как бы нивелируются эти кости мелкие. Очень хорошая рыба, в принципе, я считаю. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздничком у вас. Спасибо. Как у вас сегодня настроение? Отличное настроение. Погода не пугает? Нет, никак не пугает. Погода отлично, хорошая. Ты полна не пугает? Грязная вода? Нет, никак не пугает. Да, поймал сегодня неплохих подлещиков. Выплыл на берег призер прошлых лет. Не очень-то сегодня стремились выйти на неспокойную воду любители ловить рыбу с лодки. Евгений рискнул. А кто рискует, тот пьет шампанское. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Музыка За первое место вручается Третьякову Евгению Вот такой памятный приз И вот то, что рыба, которая им наловлена Пять лещей и один карась Четыре леща и один карась большой Вот такая вот катушечка Лови, сынок И приезжай каждый раз к нам На День рыбака За участие в соревнованиях Вот что ты приняла участие Вот тебе такой спиннинг вручает Тоже лови рыбку На этом заканчиваем соревнования Черкесского городского общества Охотников и рыболов По любительской и спортивной рыбалке Как ваши впечатления о прошедшем турнире? Я считаю, что турнир хорошо прошел Самое главное, мы отдохнули здесь На свежем воздухе Несмотря на то, что был сильный ветер Тем не менее, все поймали Все довольны, остались рыбалкой Спасибо, Сергей, за невероятно Интересный обзор этого праздника Думаю, что многие наши телезрители Вдохновятся, возьмут в руки удочки И вперед к водоемам и рекам Ну а завтра в это же время Я жду вас у телеэкранов А в 14.30 смотрите информационный выпуск Квестей с ведущим Русланом Джукаевым Хорошего продолжения дня До встречи Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok